МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, естественно, это было неожиданно для самого преступника, ведь он жил под чужой фамилией. Противодействовать современным технологиям сыска почти невозможно. На это способны только те, кого обучали заметать следы и обманывать полиграф, детектор лжи. Нельзя проверить. Никаких дошифрующих признаков. Он все знает про полиграф. Это бесполезно. Следователи-экстрасенсы. Для поимки злоумышленников привлекаются люди, обладающие паранормальными способностями. Современная наука не в состоянии объяснить, как работают лесновидящие. Очень неприятно, конечно, во всем этом копаться, потому что когда видишь, ну, как бы вот сказать правильно, видишь преступление, которое уже было, понимаете, это очень тяжело. Супертехнологии сыска почти не оставляют преступникам шанса уйти от наказания. Тогда почему матерые уголовники остаются на свободе, а криминальный мир идет в контрнаступление на закон? Это преступление считалось висиком, без перспективы раскрытия. В деле не было ни одного вещественного доказательства. И тогда было решено привлечь к расследованию экстрасенсы и мага Михаила Андреева. По некоторым деталям он способен воспроизвести картину событий, которые разворачивались в прошлом. Итак, в одном из областных городов Центральной России ранней осенью 2000 года пропала восьмилетняя Яна. Ушла утром в школу и не вернулась. Параллельно со следственной группой в работу включился Андреев со своими коллегами. Среди них были астрологи, ясновидящие и экстрасенсы. Мы работали независимо друг от друга. Ну, естественно, результат мы потом сравнивали. Значит, астрологи сказали, что с большой вероятностью, ну, высчитав все эти циклы, там это все по астрологии, это очень тонкая наука, высчитали, что где-то с вероятностью 80% ребенок погиб или в воде, или около воды. Оперативники тоже склонялись к похожей версии. Эту версию подтверждали свидетели, которые последними видели ребенка живым именно на берегу местной речки. С того момента прошел месяц, а это значило, скорее всего, Яна мертва. Андреев решил установить местонахождение тела Яны. Возможно, после того, как будет найден труп, удастся собрать и вещественные доказательства. Следователь-экстрасенс вооружился маятником, линейкой и крупномасштабной картой. Вот получается у нас вот этот так называемый треугольник погрешностей, в котором и нужно искать, в данном случае, данного человека. Вот этот треугольник. Затем мы берем более крупную карту, локализуем еще более точно, и дальше уже на место выезжаем и работаем непосредственно с биорамками. Так и поступили. Вот Андреев за работой. Это съемки из его видеоархива. Тогда, 8 лет назад, он отправился к излучине реки за окраиной города. Этими биолокационными рамками Андреев проверил каждый метр берега. Тело Яны должно было быть где-то рядом. А значит, и хоть какие-то следы преступника. Биологический материал или отпечатки пальцев, наконец. Доктилоскопия. Один из самых надежных способов следственной работы. Уже более 100 лет этой технологией пользуются все криминалисты. Первыми ее применили датские сыщики еще в 1902 году. Они догадались откатать и сохранить отпечатки пальцев как вещественное доказательство преступления. С тех пор началась новая эра сыска. Такой оттиск уникален. Он хранит мельчайшие подробности и знания о своем хозяине. На земле нет ни одного человека, у которого повторялся бы этот узор. Доктилоскопия получила почти мгновенное признание, в том числе и в царской России. Сначала ее применяли в отношении политических заключенных. А в 1919 году уже при новой власти в управлении уголовного розыска НКВД был создан первый кабинет судебной экспертизы. Вот так в те годы выглядели учетные записи преступников. Фотографии в фаз и профиль, рост, вес, особые приметы и отпечатки пальцев. Преступник может наследить по-разному. Идентифицировать его можно и по другим отпечаткам. В Центральном музее МВД России есть стенд с материалами необычного дела о квартирной краже. Произошла она в Москве в 70-е годы. Тогда криминалистам не удалось выявить отпечатков пальцев вора. Он работал чисто, скорее всего, в перчатках. Но все же он умудрился оставить за собой след. Неопровержимая улика была обнаружена в неожиданном месте из-за своеобразного поведения домушника. На входной двери отпечаток ушной раковины. Оказалось, преступник обладал хорошим музыкальным слухом. Он подходил к двери, прикладывал ухо и слушал, есть это дома или нет. Убедившись, что ему никто не помешает, вор взялся за работу. Не учил он только одного. Строение ушной раковины человека так же неповторимо, как и папиллярный узор пальцев рук. И отпечаток уха все равно, что оставленная на месте преступления визитная карточка. Вскоре после этого прокола незадачливого домушника задержали. Это современная всероссийская база тактилоскопических данных. Милицейская картотека отпечатков пальцев «Папилон». О том, как она работает, следующая детективная история. Курск. Знаменский собор. Здесь в ночь на 2 мая 2006 года была украдена старинная икона Божьей Матери, знаменитая Курская коренная. Главная святыня Курской земли. Ситуация усугублялась тем, что кража произошла незадолго до Большого православного праздника. Каждый год в конце мая с этой иконой куряне совершают крестный ход. То есть на раскрытие преступления у милиционеров было не больше трех недель. Выехали мы в 8 часов утра. Наша служба, у нас начальника экспертного центра. Выехало еще 4 специалиста. Я выехал начальника отдела. Потому что объем работы мы предполагали, что очень большой. Криминалисты собирали улики 18 часов к ряду. Каждый подозрительный отпечаток, каждый след. Сантиметр за сантиметром большой храм осмотрели с увеличительным стеклом. Храм посещали десятки людей, поэтому отпечатков было много. И только один из них должен был принадлежать вору. Но как найти следы именно этого человека? Мы изъяли следы пальцев рук, мы изъяли следы перчаток, следы обуви, следы орудия взлома, сами орудия взлома, волос мы нашли преступника, и микрочастицы мы нашли. То есть комплекс следов полностью мы изъяли. Было очевидно, вор работал в перчатках. Он явно не хотел оставлять свои отпечатки. Но в одном месте он все же прокололся. Дверь в подсобное помещение, через которое и мог проникнуть преступник, была закрыта гипсокартоном. На нем и нашли то, что искали. Это тоже интересный момент. Внутри храма, на всех образах, за которые он брался, следы перчаток мы нашли. А вот именно на месте проникновения ему было неудобно в перчатках оторвать этот гипсокартон, и он делал это голыми руками. И вот на этом гипсокартоне мы эти следы нашли пальцев рук. И мы были на сто процентов уверены, что это место проникновения, что там был только преступник, на этом кусочке гипсокартона. Под подозрение в краже иконы из Знаменского собора сразу же попал некто Симонян. Мужчина месяцем ранее прибился к храму. За еду и постой он подрядился выполнять разные бытовые работы. А после кражи пропал. Вот был главным подозреваемым у сотрудников оперативных служб. Так как паспорт у него был, в книге там записали у церковной, там, Симонян там. И искали все вот это, товарища Симоняна. Сделали запрос в ГИЦ, в Москву, где находятся мактилокарты ранее судимых лиц со всей Российской Федерации. Приходит нам доктокарта этого Симоняна. Ну, мы принесли доктокарту тогда мне в кабинет, в этот кабинет. Следи у меня были изъятые здесь в электронном виде изображения. Я сравнил, посмотрели мы, и я чуть это со стула не упал. Это не он, это не тот человек. Но ошибки быть не могло. Доктилоскопическая экспертиза до сих пор считается одной из самых точных криминалистических процедур. Недаром отпечатки пальцев с места происшествия для суда неоспоримое доказательство причастности человека к преступлению. Сами криминалисты ничуть не сомневались. На том гипсокартоне следы оставил именно преступник. И тут появилась дополнительная версия. Подозреваемый живет по поддельным документам. Но если это так, как его найти? Применялись оперативно-технические средства, поэтому нам удалось его установить. И, естественно, это было неожиданно для самого преступника. Ведь он жил под чужой фамилией. И нам только после его задержания удалось установить, что он не тот, за кого себя выдавал, под чужой фамилией жил. А на самом деле он еретян, который совершил побег из колонии на территории Белоруссии и приехал к нам в Россию. Вот жил под чужой фамилией. Эти кадры сняты сразу же после задержания. Гарри Корецян был взят оперативниками с поличным при попытке сбыть икону, Курскую коренную. В одном из ювелирных магазинов Москвы. При задержании у него обнаружили поддельный паспорт. Как и следовало ожидать, на фамилию Симонян. То есть все выводы экспертов о найденных в храме уликах были точными. Когда нам предоставили дактилокарту Эритяна, то есть того, когда оперативники его задержали уже в городе Москве, мы сделали экспертизу, и это была положительная экспертиза, что именно следы принадлежали именно Эритяну. Но отпечатки пальцев на месте происшествия, в общем-то, редкая удача. Только одно из трех преступлений раскрывается с помощью этих улик. В остальных случаях приходится искать другие вещественные доказательства. Подчас довольно экзотическим способом. С помощью экстрасенсов и ясновидящих, которые тоже используют целый арсенал только им известных приспособлений и устройств. Экстрасенс Михаил Андреев установил место, где мог находиться труп убитой девочки. Маятник четко показал, это здесь, на излучине реки, на окраине города, где жила семья Яны. Но тело девочки так и не нашли. Вернее, его уже в этом месте не было. Там такая достаточно быстро текущая река. Небольшая, но течение достаточно сильное. Мы нашли место, где она была, буквально, может быть, день назад. Как видно, ее прибило к берегу, там небольшие водоворотики. Как видно, она зацепилась или за корни, или за кустарник. Некоторое время была там. К моменту, когда мы приехали, ее там уже не было. Тогда Андреев решил зайти с другой стороны. Установить место убийства девочки. Ведь те ясновидящие, которые работали вместе с ним, категорично заявили девочку, сначала умертвили, а потом сбросили в воду. Он снова взял карту, линейку и маятник. И сконцентрировался на вопросе, где. И вот точка локализована. Андреев все увидел в мельчайших подробностях. То, как погибла Яна. Все случилось в этом треугольнике, двумя километрами выше по течению реки. Ну, очень неприятно, конечно, во всем этом копаться, потому что, когда видишь, ну, как бы вот сказать правильно, видишь преступление, которое уже было, понимаете, это очень тяжело, крайне неприятно. Вот. Ну, там, ну, можно сказать, что по шагам, по шагам даже, вот, с точностью до нескольких минут. Снова выехав на место, Андреев понял, он не ошибся. Все это он уже мысленно видел, когда пытался понять, что же на самом деле произошло. И тут первая удача. Оперативно-следственная группа обнаружила здесь первую улику, которую можно было приобщить к делу. Локализовали место, нашли, где она погибла, действительно. Вот. Нашли пряжку от спортивных костюмчик, такой пряжечка, вот, на хлястиках. Нашли пряжку. Ну, родственники опознали. Получалось, паранормальный метод Андреева помог найти вполне реальные вещественные доказательства. Пряжку и спортивный костюм Яны. И установить место преступления. В таких случаях сыщики стараются обнаружить следы, которые мог бы оставить преступник. В том числе, так называемый биологический материал. Частицы крови, слюны, кожи или, скажем, волос злодея. По этим следам эксперты научились устанавливать группу крови еще в середине прошлого века. Что стало еще одним прорывом в криминалистике. Отныне преступникам стало еще труднее скрываться от правосудия. У людей всего четыре группы крови. Значит, у каждого четвертого группа совпадает. И при определении причастности лица к преступлению такое совпадение не может быть неопровержимой уликой. Правда, выход был найден с использованием в криминалистике другой технологии исследований. ДНК-анализа. На сегодняшний день это самый уникальный и самый точный метод идентификации человека. Ранее в практике у нас не использовалось возможности проведения ДНК. И, возможно, может, ряд преступлений остались нераскрытыми. Хотя можно было, наверное, доказать из-за недоказанности. Но возможности такой ранее не было. Теперь будем использовать в практике. Первым ученым, который догадался сравнивать ДНК человека, был английский профессор Джеффрис. Свой метод он написал в июле 1985 года в журнале Nature. Это был настоящий прорыв в криминалистике. Ведь каждый человек имеет свой неповторимый генетический код. Казалось бы, все просто. Достаточно иметь ДНК код подозреваемого. Затем определить ДНК в биологических образцах, найденных на месте преступления. И дело сделано. Правда, при одном условии. Если там есть клетка. Вот волосы. У всех многие вопросы волосы. Волосы мы исследуем только, если он вырван. И на нем есть мало что луковица, еще и локалищные оболочки. То есть вот он выдран, если с теми клетками. А если он выпавший просто, то с него не будет. А если он оборван, просто фрагмент, вот кусочек, вот, то уже даже никто не берет. Потом остается определить, соответствуют ли взятые образцы друг другу. Если да, то можно без сомнений сделать абсолютно справедливый и точный вывод. ДНК отрицательное заключение дает категоричный. Да, вывод отрицательный, он категоричный. Что нет, это не этому человеку принадлежит. А положительное заключение у нас выдается со степенью вероятности. То есть в зависимости от того, насколько выделена ДНК, насколько качественная она выделена, насколько больше участков ее пригодны для исследования, тогда статистически посчитывается. Криминалистическая ДНК-лаборатория – закрытый объект. Здесь жесткий контракт. Ведь даже выдыхаемый воздух может нарушить частоту исследования. Вот в этой комнате маска обязательно, потому что мы можем внести в материал свою ДНК с аэрозолем. С аэрозолем выдыхаемым я выделяю свою ДНК с капельками слюны. Поэтому в этой комнате соблюдение режима вот самое жесткое. Такой анализ достаточно дорогостоящее дело и занимает много времени. Все зависит от качества, точнее от состояния биологического материала. Если это кровь, слюна, если они в нормальном состоянии, тогда, в принципе, за несколько часов можно выделить только само ДНК. Если же это кости, особенно если это кости, которые длительно пролежали в земле, или подверглись какой-то обработке, там, термической, или чем, очень сложно выделить ДНК из этих костей. Поэтому до нескольких дней, недели только на выделение ДНК. Но сложность проведения экспертизы того стоит. На сегодня идентификация по ДНК – самый результативный метод из всех используемых криминалистами. Если выделены все участки ДНК, то вероятность, например, идет наличие человека с таким генотипом 1 на 10 в 24 степени. То есть, вот, среди такого населения может быть человек только с таким генотипом. Но у нас население Земли в три раза меньше. То есть, получается, что, ну, нет другого такого человека. Вот в чем заключается вот этот вероятный вывод? То есть, мы не даем там на 100% ВТО. Я говорю, что вот с такой-то вероятностью все-таки это этот человек. Биологические экспертизы, в первую очередь ДНК-анализ, могут дать ответ, причастен подозреваемый к преступлению или нет. Причем с очень большой долей уверенности. Еще недавно это было почти фантастикой. А сегодня уже помогает устанавливать истину. Андрей Минаков работает следователем с 1986 года в Фатежском районном отделе внутренних дел Курской области. Все это время он расследовал дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. В тот день у Андрея было дежурство. Сообщение об этом ДТП поступило в половине десятого вечера. В составе следственной оперативной группы он выехал на осмотр места происшествия. Судя по всему, водитель вылетел через лобовое стекло и сразу же погиб. Когда Андрей взглянул на труп, у него оборвалось сердце. Это был его отец, Виктор Павлович Минаков. Сначала, конечно, одежда, все смотрю, вроде бы отец, вроде бы, ну как, не могу поверить, ну как так, не может быть, ну как, он должен быть на работе, только вот буквально я видел его недавно в нем. И, ну, уже конкретно я убедился, вот, у него там, молдости два пальца на правой руке оторвало, вот, там, на работе. Андрей не мог понять, как его отец мог здесь оказаться. Ведь от места ДТП до их дома более 20 километров. Автомобиль, за рулем которого якобы находился в момент аварии Виктор Павлович, Андрей вообще видел впервые. Все это никак не укладывалось в голове. Андрей вновь и вновь прокручивал возможный сценарий развития событий, но уже как частное лицо. Будучи родственником потерпевшего, он не мог и не имел права принимать участие в дальнейшем расследовании. И в дальнейшем осмотре места происшествия он не участвовал, я просто вызвал другого следователя. И когда мы в тот момент начали уже опрашивать, разговаривать с этим водителем, он начал эту версию выдвигать о том, что за рулем был именно погибший. Установить истину можно было только с помощью специальной экспертизы. С места происшествия были изъяты все следы, переданные экспертам. В первую очередь тончайшие шерстяные ниточки, найденные в салоне машины со стороны пассажира. Там же были обнаружены брызги мозгового вещества. Экспертизу по ДТП проводили здесь. В лаборатории экспертно-криминалистического отдела УВД по Курской области. Эксперту-биологу предстояло дать ответ на вопрос, чьи это следы. Но изъятых материалов оказалось катастрофически мало. Ну, препарата достаточно маленького количества. В принципе, вот вы видите, у нас одна ниточка всего лишь. Одна-две ниточки достаточно для этого. Для определения групповой принадлежности. Исследовали одежду погибшего Виктора Минакова и второго участника аварии, который якобы был на месте пассажира. Вывод был однозначен. Следы шарфа, микрочастисты шарфа совпали с шарфом человека, который лежал на проезжей части в ходе проведения биологической экспертизы. То есть на пассажирском сидении находился именно Виктор Минаков. Но как он вообще оказался в машине? Между тем, второй участник трагедии твердил, познакомился с погибшим случайно. Подобрал того на дороге. Виктор Павлович попросил отвезти его в магазин. По пути разговаривали, и пожилой человек почему-то захотел сам сесть за руль. И почему-то его новый знакомый не отказал. Сомнения Андрея усиливались. Его отец никогда не водил автомобиль. Естественно, я ему сразу сказал, что молодой человек в машине вообще боялся походить. Но у него мотоцикл был, он ездил на нем только на мотоцикле, а у него даже не право ничего. Молодой человек стоял на своем. Он не знал, что у криминалистов на готове были результаты другой экспертизы, которая четко установила, как именно погиб отец Андрея, Виктор Павлович Минаков. Судебный медицинский эксперт, когда дал заключение по поводу смерти, он отразил, что на теле трупа были образованы так называемые бамперпереломы. То есть переломы нижних конечностей от земли где-то на расстоянии до полуметра. То есть вот бампером, образованные там деталями облицовки, фарами. Экспертиза доказывала, Минакова-старшего сбила эта самая машина. И тогда молодой человек рассказал, что в действительности произошло в ту злополучную ночь. Когда этот молодой человек ехал к себе домой, он сбил отца нашего сотрудника. И потом посадил уже мертвого в машину, поехал, как он потом сказал, в больницу. И в ходе движения он еще раз перевернулся. Уже мертвого человека убийца пытался выставить виновником происшествия. Спешил замести следы и снова совершил ДТП. Уже второе за какие-то полчаса. Поведение весьма странное и загадочное. Но Андрей решил не портить жизнь молодому человеку. Вообще, честно говоря, чисто по-человечески, я не хотел даже, чтобы, в принципе, дело пошло в суд. Поскольку парень молодой, но жизнь ему ломается. Ну, произошло, произошло. Вот таким вот образом. Соответственно, я, так скажем, не настаивал особо на привлечении. Ну, он, в принципе, раскаялся, вину свою осознал. По инициативе Андрея, уголовное преследование в отношении убийцы и его отца прекратили. А тем временем в деле об убийстве восьмилетней Яны была найдена первая улика. Пряжка от костюмчика, который был в тот день на девочке. Но сыщиков ждало разочарование. На пряжке не оказалось никаких следов. Ничего, чтобы дало хотя бы намек на то, кто убил Яну. И тогда Михаил Андреев решил установить личность убийцы своими методами. Он смог увидеть и нарисовать портрет преступника. Светловолосый мужчина среднего роста 30-35 лет. Ясновидящие наши описали ему этого молодого человека. Как он выглядит. Работники служб, значит, там две небольшие деревушечки, совсем небольшие деревушки. Пошли туда, потому что был достаточно такой грибной сезон. Начали уже опрашивать местных жителей. Те чего, что. Действительно, два грибника в разное время, в один тот же день, но в разное время, видели девочку эту и молодого человека. Через полтора месяца подозреваемого задержали. Его внешность точно соответствовала описаниям ясновидящих. Именно этого мужчину опознали и случайные свидетели. Деревенские жители, что в тот день собирали в лесу грибы. Сам Андреев до сих пор уверен, ошибки быть не могло. Это убийца Ян. Мы абсолютно уверены, что это он. Дальнейшее следствие показало, что да, это действительно он. Нашли его. Как находили, это я, к сожалению, не могу вам рассказать. Вот это наша небольшая тайна. Задержанный молодой человек написал чистосердечное признание. Он рассказал, что заметил девочку на улице и решил с ней познакомиться. Подошел, расположил к себе, пригласил погулять. А дальше все было так, как видел Андреев. Ну, нехороший человек, кто оказался. Вот, там было насилие и потом убийство. Действительно, убил именно в том месте, где мы нашли эту пряжку. Вот, и столкнул его в воду. То есть, в принципе, все подтвердилось. Но вот тело мы так и не нашли, к сожалению. А значит, чистосердечное признание этого человека ничем нельзя подтвердить. Нет ни одной улики, только слова экстрасенса. Как тогда разобраться, правду ли говорит подозреваемый? А что, если это его самооговор? Часто правдивость таких явок с повинной подтверждают или наоборот опровергают с помощью полиграфа. Детектора лжи. Ну, это чемодан исторический. Это профессиональный перьевой американский полиграф фирмы Stolting Corporation. Этот полиграф на протяжении десятилетий использовался практически всеми полиграфологами Америки и, соответственно, тех стран, куда Америка такие полиграфы продавали. Детектор лжи изобретен в 1912 году. С тех пор это чудо техника не раз раскалывало даже самых подготовленных агентов спецслужб. Поэтому его использовали все контрразведки мира, кроме советской. У нас этот чемоданчик посчитали шарлатанством. Испохватились только в 60-е годы, когда начались массовые провалы в одной из сильнейших мировых разведок восточно-германской штази. При проверках подозреваемых полиграф фиксировал у них незначительные изменения давления дыхания пульса. То, на что невооруженный детектором лжи человек не обратил бы внимания. Узнав об этом, глава Комитета госбезопасности Юрий Андропов отдал приказ организовать сверхсекретную 30-ю лабораторию КГБ СССР. Александр Сошников работал в 30-й лаборатории до 2003-го года. Начинал рядовым сотрудником, а закончил начальником оперативного отделения 30-ки, подполковник запаса. Сегодня он самый влиятельный в России эксперт и знаток полиграфа. Под его началом разработано целое поколение современных детекторов лжи. Их используют и в структурах МВД, и в коммерческих фирмах для проверки своих кадров. Пройдя примерно тот же путь, который американцы прошли за 60 лет, мы пришли к тем же самым методикам, к той же самой методологии тестирования, и фактически ничуть не хуже их проводили все эти обследования. А учитывая русский менталитет, он намного сложнее американского, намного тяжелее работать. наши методики, вот сейчас, на мой взгляд, я считаю, даже более сильные, чем американские. В свое время 30-й лаборатория была создана с целью научиться обманывать полиграф. Говорят, специалисты 30-ки разработали уникальную методику ухода от полиграфа, чтобы никто из советских разведчиков не мог проколоться на заданиях. Но была и другая сторона. Если вдруг появлялось подозрение, что нашего сотрудника перевербовали, или он совершил какое-то противоправное действие, проверить его уже было невозможно. И вот встает вопрос. То ли его перевербовали, и вот создали ему легенду, по которой он получил возможность вернуться опять в страну. То ли действительно он, я извиняюсь, разгильдяй, нарушил все правила, и поэтому вот случилось то, что случилось. И вот приходит ко мне, говорит, его надо проверить на полиграфе. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Как же, он не может быть подвергнут проверке. Не может, его нельзя проверить. Никаких дошифрующих предназначений. Он все знает про полиграф. Это бесполезно. Так как же работает полиграф? И может ли он на самом деле отличить, где правда, а где ложь? Полиграф определяет достоверность, ну, либо вероятность достоверности того, что человек вот в этот раз говорит так, как оно и было. А вот здесь он говорит немножко не так. Но неправда и ложь, это слишком грубо. В России впервые использовать полиграф в ходе расследования решили в 1991 году. Это было уголовное дело по факту убийства священника Александра Меня. Валерий Коровин и проводил тот исторический тест. Жутко было напряженно, потому что это совершенно другая область. Более того, это открытые тестирования. То, что мы делали, это же, естественно, все секретилось. Это наши были пирожки, а тут все открыто нужно было показывать. Обстоятельства дела были таковы. Отца Александра убили на тропинке по дороге из дома к железнодорожной станции. Он направлялся на утреннюю электричку. Удар нанесли сзади чем-то острым. Была рассечена артерия, питавшая мозг. Чем убит был Александр Мень, до сих пор не ясно. Но ясно было одно, что это какое-то безумно острое рубище орудие. Я держал в руках кусок черепушки, по которому нанесен был удар. Понимаете, даже скола по краям кости не было. Вот как в масло эта штука вошла. Это могла быть секира, это мог быть какой-то остроточенный топор и так далее. Но до сих пор не ясно, что это. Уже на следующий день был взят под стражу некто Геннадий Бобков. Местный дебошир накануне вечером в сильном подпитии бегал по поселку и грозился зарубить топором своих собутыльников. Этот факт сыграл главную роль в решении о его задержании. Сотрудникам 30-й лаборатории предложили выяснить причастность Бобкова к убийству Александра Меня. В России это был первый опыт использования полиграфа. Мера ответственности была крайне высока. Мы с ним работали неделю. То есть каждый день в течение недели он ко мне приходил и по 2-3 часа сидел на полиграфе. У меня было заготовлено порядка 40 с лишним тестом. Была поставлена конкретная задача. Выяснить, действительно ли Геннадий Бобков причастен к убийству священника. Окончательный ответ на этот вопрос помог дать такой тест. Геннадий Бобков показывал разные реальные рубящие орудия убийства. Саблю, топор, секиру и так далее. Не просто называл их, а просто брал и показывал. Известно ли вам, что Мень был убит вот этим предметом, вот этим предметом, вот этим предметом, вот этим предметом. Ни на один из предметов Бобков не отреагировал. И Коровин сделал вывод. Подозреваемый не причастен к убийству Александра Меня. Убийцу не нашли, но прецедент был создан. С тех пор полиграф признан официально и используется в системе МВД. Он помогает чаще не подтвердить, а снять подозрения. Главная задачка снять подозрения с непричастным. Причастный никуда не денется, мы его найдем. Это достаточно легко делать. Для этого не надо никаких сложных методик. Три вопроса задал, и вот он сидит причастный. А вот как снять подозрение с непричастным, этим, в общем-то, не совсем совершенно методом. Вот это проблема. Александра Ивановна и без полиграфа знала, ее сын Евгений не преступник. Но обстоятельства были против него. Евгений проходил главным подозреваемым по делу о сексуальном домогательстве и разбое. Сколько это нервам надо. Я и так переживала. Я знаю, что мать, что это неправда. Сегодня Александра Ивановна снова и снова вспоминает те события, которые перевернули жизнь в их семье с ног на голову. Сына задержали за нападение на некую Ирину. Якобы он выманул девушку на улицу, позвонив ей по телефону. И, угрожая, заставил ее отдать все ценные вещи, что были при ней. Евгений категорически отрицал свою вину. Но по показаниям свидетеля, Андрея Дорофеева, Евгений якобы брал у него мобильный телефон и кому-то постоянно звонил. Дорофеев, в свою очередь, говорил, что он неоднократно в те дни встречался случайно по месту своего жительства с Евгением. Это в те дни, когда потерпевшая указывала на... что он ей посылал сообщение, вот этот человек с телефона. И именно в эти дни якобы он встречался с Евгением. Он объяснял, почему с его телефона именно звонки осуществляют, что якобы Евгений у него просил его телефон и кому-то звонил. А после того стирал все исходящие номера, он не знал, кому он звонил, и снова передавал ему. Ситуация усугублялась тем, что потерпевшая не могла опознать своего обидчика. Все случилось темной ночью. Был ли это Евгений или кто другой, девушка точно не знала. Между тем у Евгения, как назло, не было алиби. Он переживал. Он переживал. Ну, как переживал. Вот, представляешь, если посадят меня ни за что. А я ему сказала, я говорю, Женя, хороший следователь, она все узнает. Следователь предложил подозреваемому пройти исследование на детекторе лжи. Это была его единственная возможность доказать свою непричастность к преступлению. А кроме того, следствие могло бы отбросить ненужные версии событий и, вероятно, нащупать правильный путь. Он помогает выбрать наиболее перспективную версию развития событий и сосредоточить все силы на отработку именно этой версии. Таким образом, мы ускоряем сам процесс, не даем разбрасываться. И быстрее приходим к финалу. Так проходил этот тест на полиграфе. Процедура разработана до мельчайших подробностей. Датчики фиксируются на теле и регистрируют различные параметры. Никаких лишних движений. Отвечать только «да» или «нет». При ответе вы не должны кивать головой, как говорить «да» или «нет». То есть отвечать просто голосом. Не должны шевелиться, сидеть максимально удобно. Вам все понятно? Да. Прежде чем приступить к проверке, эксперт обязан изучить материалы дела, показания свидетелей и потерпевшей, составить перечень нужных вопросов. Начали. Датчики на теле фиксируют физиологические реакции Евгения на задаваемые вопросы, каждый из которых касается событий той злополучной ночи. Вы намерены лгать на вопросы, касающиеся разбойного нападения? Нет. Итак, события развивались следующим образом. Неожиданно, за два дня до нападения, Ирина начала получать смс-ки от незнакомого мужчины. На телефон сыпались комплименты, анонимные предложения завязать знакомство, навязчивые требования встретиться. Там говорилось о том, какая я хорошая, красивая, замечательная. Я... Меня, конечно, заинтересовало, кто бы это мог быть. Я послала в ответ сообщение, а с кем... Кто это, с кем я разговариваю? В ответ... Прозвучало молчание. Вы достоверно знаете номер телефона Ирины? Нет. А потом пришло очередное сообщение. В нем таинственный ухажер просил девушку выйти во двор, познакомиться. Заинтригованная Ирина, не думая о плохом, решила спуститься вниз. Но, очутившись на улице, никого не обнаружила. И тут в кармане снова зазвонил телефон. И он стал меня направлять, говорить, куда мне идти. Он сказал, чтобы я прошла в сторону гаражей. А там как раз падал... В сторону гаража, на который падал свет. В ночь на 28 апреля 2007 года вы были во дворе у потерпевшей? Нет. Неожиданно на Ирину кто-то навалился сзади. А еще через секунду она ощутила у горла холод металла. Потерпевшие угрожали газовым баллончиком? Нет. Пистолетом? Нет. Битой? Нет. Ножом? Нет. Очевидно, это был нож. Я, конечно, очень испугалась. Я не видела лица этого человека. Нападавший, угрожая убийством, сначала попытался раздеть девушку. Но неожиданно изменил свои планы. Выхватил из ее рук сотовый телефон и бросился бежать. Чего он испугался? У вас есть какие-нибудь дополнения по данным вопросам? Нет. Нет. Что-нибудь вспомнили? Нет. Все, процедура закончена. Тест на детекторе лжи закончен. Все реакции Евгения в пределах нормы. Вывод эксперта. Подозреваемый не причастен к совершению преступления. В этом дворе разворачивались события, о которых идет речь. Но дело о нападении на Ирину зашло в тупик. Евгений, основной подозреваемый, не имел никакого отношения к тому, что здесь происходило. А Дорофеев? В отношении него не было никаких улик. Но он настаивал, что Евгений звонил с его телефона именно Ирине. Так кто же врет? Предположили мы, что, возможно, из-за того, что у потерпевшей была порезана сильная рука, то, возможно, могли остаться следы крови на одежде. Был произведен обыск в квартире у Дорофеева. И была изъята куртка. Такая же, как и описывала потерпевшая, которой он был одет. Куртка и джинсы. Но при осмотре этих вещей были обнаружены пятна, похожие на кровь. В связи с чем мы назначили биологическую экспертизу. Сегодня биологическая экспертиза назначается почти при каждом расследовании. Ведь даже самый осторожный преступник всегда оставляет следы. Вот и на этот раз в ходе экспертизы предстояло определить, чья именно кровь на куртке Дорофеева. Сам Дорофеев заявил, что он подрался на улице с компанией местных подростков. Те подтвердили, потасовка действительно была. Но Дорофеев сбежал, как только все началось. Так что испачкаться кровью не мог. Значит, Дорофеев по какой-то причине пытался ввести следствие в заблуждение. Из заключения медико-биологической экспертизы исследуемая кровь могла принадлежать как подозреваемому, так и потерпевшей. У них оказалась одна группа крови. А значит, веских доказательств причастности Дорофеева к преступлению нет. И тогда был назначен анализ ДНК, который дал такой результат. На куртке Андрея Дорофеева кровь Ирины. Таким образом, он и есть тот человек, который обманом выманил девушку на улицу и напал на нее с ножом. По этому делу, именно заключение молекулярной экспертизы, помогло направить дело в суд, и Дорофеева признали виновным. Наверное, именно по заключению. И в суде, насколько мы знаем, отслеживаем свои дела в суде, основывались именно на заключении экспертизы. Основное как доказательство. А вот в деле об убийстве восьмилетней Яны так и не удалось провести ни одной экспертизы. Хотя подозреваемый сам рассказал, что произошло. Но ведь голословное признание не доказательство. Кто знает, по каким причинам этот человек мог объявить себя убийцей. Вина подсудимого может быть доказана только комплексом вещественных доказательств. Кроме пряжки и спортивного костюмчика, в этом деле других улик не было. Не выявлены следы преступника на месте происшествия. Не доказано даже, что девочку убили. Ее тело так и не нашли. Не помогло и участие экстрасенсов. Результаты их работы суд во внимание не принял. Именно корень слава находится в том, что мы не можем, скажем так, четко, действительно, четко сказать, что да, вот этот преступник, вот этот нет. Всегда есть сомнения. Наши слова невозможно принести в качестве доказательства. Потому что если бы такое было, просто началась бы инквизиция только уже в обратную сторону. Показал у человека, вот он вор. Хватайте его и все. Так же тоже ведь нельзя. Это преступление, скорее всего, останется нераскрытым. Ведь у сыщиков нет ни одной серьезной зацепки. Сегодня результаты расследования экстрасенсов, ясновидящих или астрологов закон во внимание не принимает. Вероятно, в свое время и к самым надежным методам криминалистики, дактилоскопии, биологическим экспертизам, детектору лжи и анализу ДНК было такое же отношение. Как знать, пройдет время и, может быть, все будет по-другому. И новые технологии сыска пробьют себе дорогу. Жаль только, что тем временем преступник будет гулять на свободе, а восьмилетнюю иену уже никогда не вернешь. Субтитры создавал DimaTorzok